Привет! Моя звать Арсен. Я админ и абортмахер. Со мной Роман. Здорово, сенатор. Арсен. Я рад всех приветствовать, друзья. Мы сегодня в нашей традиционной рубрике Сектор ГАЗ-А. Разберем. Ну как разберем? Ну просто поговорим, да. Просто поговорим про UFC, потому что он уже... Турнирчик разобран очень давно в нашем бойцовском клубе. И если кому интересно, переходим. Там еще разбор ACA всех поединков. И в целом там, знаешь, информация довольно-таки актуальная. Там новые бои назначают. Я такой сразу микрофон расчехлил такой, тык-тык. И наши элитные диванные войска такие, ушками тык-тык. Все, поняли. Так что, друзья, welcome. В описании закрылены комментарии, ссылочка. Сейчас поделимся эмоциями и впечатлениями от этого карда. Да, в нашем бойцовском клубе уже весь кушкек, поэтому наслаждаемся разборами на ACA и UFC уже давно. Уже насладились, уже все посмотрели. Так что не сиди и не жди, пока само что-то решится. Возьми это в свои руки. И первым пунктом возьми бойцовский клуб. Ну, Даниэль Маркес против Аори Кулэнга. Бой, ну, отпевающий карт, да, скажем так, да. Все, скажем, напрямую, да. Ну, вот Аори Кулэнг, в принципе, неплохой боец. В целом, умеющий побороться и ударить. Ну, есть свои минусы, конечно. Не идеален он, там, по кардио. Не идеален он и по ударной технике. Ну, везде по минимуму, там, огрехов. Господин Маркес тоже по кардио не очень, да. Но, тем не менее, победил неплохих бойцов. Дэви Гранта, булщитом, да. Семена Оливейру нокаутом красивым, вообще шикарным. Вот. Брэндона Льюиса на контендер серии С тоже неплохой, в принципе, скалин. Ну, так, в принципе, конечно, смотрится, что фварит по делу. Фварит по делу, но он, как бы, и фварит, да, достаточно такой серьезный, да, 1,3. Ну, сложно, как бы, найти именно реальные какие-то способы для Ори Куниленга. Хотя, кто знает, да, все бывает. Ну, наверное, должен побеждать досрочно даже Маркес по идее. Потому что посмотрим. Роман, как ты увидишь по идее. А Ори Куниленг? Больше мне нечего по этому бою сказать, если честно. Ну, типа, ну, он, на самом деле, скорее всего, будет, скорее всего, будет незрелищным, скорее всего. Потому что у Даниэла Маркса в такой стиле, типа, там, перетыкать, да, ну, может быть, где-то попадет. Потому что у него есть такие моментики, но раз и Куниленг, я помню еще с этим, с Джеффом Малиной, помню, что там в два нокдауна упал, ну, типа, ну, можно к нему попасть. Тем более, извините, если ты от гея в нокдаун падаешь. Извините. Что, что с тебя взять? Еще с такой фамилией. Все, до свидания. Не хочу про них больше разговаривать. Ну, по идее, по идее, фаворит по делу. И что я с этим должен делать? Не знаю. Да, следующий поединок у нас... Хайдера Амил против Ферни Гарсии. Ну, вот, как бы, толкнуться, два одиночества, да, вот. Хоррикейн, да. Ширикен, блядь. И Ферни Гарсии. Ну, в принципе, неплохие бойцы. В принципе, неплохие. Эмрана Санмеза победил. Ну, неплохой скальп, да. Чейз Гибсон, неплохой скальп. Тоже опытный очень боец, борец. Не дудей игрец. Диван Смит, ну, тоже пойдет. Бой с Шэмилом, с Эвилом не видел я. Вот. Ну, и в целом, Ферни Гарсии тоже похвастаться особо нечем. Тем не менее, достаточно крепкий. Проигрывает уже третий раз подряд. Но, недосрочно, да, держится. Борьба его, как бы, слабая сторона. Ему дают борцов. Ну, вот, как бы, все, что надо знать о Ферни Гарсии. И вот, жизнь это UFC, ты в нем Ферни Гарсии. Вот. Ну, и Кандер Амил, скорее всего, тоже будет бороться. Ну, посмотрим, как бой, конечно, пройдет. Романочка, как бы. Ну, здесь интересный момент, Синатра, что Ферни Гарсия уже третий соперник Амила. То есть, двое снялись. Ферни не из фэзервейта. Он поднимается. Ну, типа, он просто на коротком выскакивает в категорию выше. Да, просто, ну, типа. Я думаю, что, возможно, у него не было выбора. Потому что у человека три поражения подряд. Вот, вполне возможно. И, конечно, печально то, что Хайдор Амил умеет бороться. А Ферни Гарсия, мало того, что у него есть в этом... Вообще, он неплохо защищается. Но все равно пробарывают. Так-то у него неплохая, в принципе, защита. Но смущает, что он такой маленький. Ну, он и так небольшой. Он еще поднимается сейчас. Ну, блин, я не знаю. Так-то, вообще, я бы не сказал, что это боец не достойный ни одной победы в UFC. Ну, я не скажу, что там у него скилловки совсем прям нет. У него и стойка вменяема, и защищается, и джитсу какое-то есть. Ну, вот как-то не получается. Как-то неудобно. И соглашается на бой. Это что, удобный для него бой, что ли? Ну, непонятно. Ну, а Хайдер Амилл, там тоже есть свои приколы. И, ну, про очень плотные, подробно, как его бои проходили, я рассказал бойцу в своем клубе. Там можно послушать и с диваном этим, и с креслом, да, и с кроватью про все бои рассказал. Ну, так, конечно, ну, тоже смотрится, что, типа, ну, фаворит вроде как по делу. Ну, очевидно, знаешь, что чел на коротком, не в своей весовой, но он, наверное, не должен быть фаворитом с тремя поражениями подряд. Просто не битого бойца. Ну, какие вопросы тут? Да, перейдем дальше. У нас здесь поединок двух легенд этого спорта. Зак Пауга. Сын Паука, да? Вот, который у нас чисто вот чередует победы и поражения последние четыре года, да? Вот. Ну, два года. Победил Хайдермана ярко, ну, так, заборовывал, забил. Мухаммеда Усмана перестреливал, потом просто в преисподнюю пизданулся. Джордана Райта победил решением. Решением. И проиграл Булкаускусу. Ну, и выходит на бой Богдану Гуськову. Ну, что теперь мы будем смотреть? Нерка охота, да? Ну, ладно. Богдан Гуськов, ну, как бы, сложно его оценивать. Ну, проиграл Валкану Азимиру. Ну, Адак Пауга не проиграл Валкану Азимиру. Ну, то есть, как бы, здесь сложно, как бы, что-то сказать. А счастье Богдана Гуськова, что его, ну, не вырубили наглухо, а забороли, да? Могло быть все хуже намного, да? Что касается именно их стиля. Ну, вот, Залк Пауга, если ты сильно хуже его в борьбе, то он тебя финиширует. Ну, урон особо не несет. Вот. А по факту, да, то есть, ну, как бы, у Гуськова есть шансы. Он может, в принципе, попасть. Он может перетыкать, наверное. Но в целом, учитывая, что Кэф на полугу растет, ну, как-то неохота за паравнным Кэфом брать Гуськова, который, ну, просто проиграл в UFC. Ну, типа, пока еще ничего особенного не показал. Но шансы есть. Роман, как ты видишь? Ну, как я и говорил, вообще у Гуськова очень быстрые ручки, на самом деле. Но они, они недолго быстрые. Вот, как бы, в чем проблема, да? И, ну, мы это и в прошлом поединке видели. Понятное дело, что это можно списать, да, что он там на коротком вышел. Окей, хорошо. Но у него же все бои практически в первом раунде заканчиваются. У него они крайне редко позже заходят. Ну, понятное дело, что там с выносливостью будут проблемы. По выносливости Пауги, ну, по сути, вопросов нет. У него были бойцы, которых он передышивал. Ну, можно пробить? Можно. Можно, да. Он был в очень жестком нокауте. Почему бы? Нет, да. Гуськов может его достать в начале. И в начале, да, где-то минуты, там, две, две с половиной с Валканом, да, он вообще хорошо смотрелся. Просто потом такое некоторое уставание пришлось, да, там уже и борьба, и пропущенные удары. Вот. Ну, и опять же, конечно же, я еще что хотел заметить. Тут нужно быть очень внимательным, да, и очень осторожным, потому что, ну, вроде как супер читается ТМ-ка. Ну, я думаю, ты согласишься со мной, да, ну, прям супер читается. Ну, с другой стороны, ну, был же у Пауги такой соперник, да. Ну, типа, чел, который или умирает в первом, или убивает в первом. У него же был такой соперник. Да, это плохо. И просто, типа, ну, вы сами видели, что он сделал. Просто поджал его к сетке, держал там пять раундов. Он ему даже умереть не дал, понимаешь, в чем проблема? Он ему ничего не дал сделать. Просто такой, ты будешь три раунда стоять, да, около меня. Мразь. Поэтому тоже, друзья, будьте осторожны, потому что я прекрасно понимаю, что ТМ, она прям здесь читается так, что, ну, это вообще, блядь, же, бэдэ. Ну, всякое может быть. Ну, так, по идее, у Пауги больше шансов по-хорошему. Ну, да. Дальше у нас поединок... Бл-бл-бл. Вэлл против Грикина. Вообще, поединок прям крутой. Крутой, и я когда увидел этот... А ну, он с поединкой, я такой думаю, блин, здорово. В целом, Вэлл идет фаворитом. Ну, по делу, конечно. Конечно, по делу. Но... А удобный вообще Гриффин для него соперник? Вот я в этом не уверен. Потому что, в принципе, то есть, Гриффин, да, он около топ, что-то среднее между говном и хорошим бойцом. проигрывал, там, Алексу Оливерием, Марона, да, Нилу Магнии. Просто в чем смысл? Смысл в том, что Вэллс не ударник. Ну, то есть, он может ударить, но в основном он борется. То есть, если он либо вырубает, либо он борется, он не... он очки в стойке не может. Гриффин может. И побороть его не так просто. Другое дело, что ему 38 лет, и как порочески я говорю, когда умрет этот... Муслим Салихов, он в этом же бою, блядь, умирает, тут можно спросить то же самое, да, то есть, как бы, дело времени. 38 лет, это как бы вот примерно несколько лет за рубежом. То есть, вот чуть-чуть-чуть, и может что-нибудь случиться, да. В принципе, мы уже видим, что Майку Моралец его победил, да, Нилу Магнии его там перед... Но это пока еще достойные бои. Некоторых достойных бойцов он побеждает, но опять же, Бархимаш, ну, такое, да. Кинансонг, хорошее выступление, с неплохим... Ну, с норм... Ну, окей, с окей-бойцом, да. Кандид Минсетт уже ветераны. Бои хорошие, победы хорошие. Но, как бы, немножко не то. Ну, да, немножко не тот, как бы, налет немножко того, что пенсионеры есть. Зелим Мадаев, ну, тоже, да, не очень, как бы. Вот. Ну, вот остается... А вот Джермая Велсон, кому относится, к ветеранам? Или к бойцам, которые смогут его пройти? Ну, скорее всего, бойцам, которые смогут его пройти, да. И, скорее всего, он по делу фаворит. Но мы же помним, как он умирал, нахуй, просто от панчи вгибала, от Смельсбергера. Мы же это помним. И там же был не один нокдаун. Там же их было, там, минимум два. А еще и было потрясение в стойке, да. То есть, как бы, мы это помним. А Гриффин, он реально бьет. Он реально умеет бить. Ну, то есть, за 1,6 я не хочу брать этого монстра стероидного, да. Велс крутой боец. Он духовитый. Он не сдается. Он не будет зажиматься и плакать, что я проиграл за того, из-за него, из-за кого-то. Он реально будет идти до конца, будет биться, будет драться. Но он допускает ошибки. И вот Карл Станхаррис, например, проигрывая весь бой, смог его поймать в третьем раунде. И даже, ну, не пришлось стучать, да, по-моему, просто уснул. Ну да, потому что он не сдается. Да, он сдается и просто уступает. Ну, как бы, у Гриффина есть шансы. То есть, его тяжело побороть. Если вы, как бы, думаете, что это не так, ну, в принципе, у него не было проблем с борьбой. У него были проблемы с борьбой в начале карьеры, когда его там Мекс жирный завалял. Я не помню, как его зовут. Назали что-то сказал, да? Вот. Но у него тогда вот были моменты. А вот сейчас, как бы, это другая история, да? То есть, он Нил Магни его, по большому счету, там, как он, блядь, Нил Магни вообще можно опустить, да? С Тимом Минцем они поборолись на равных. С Оливейрой Гритин был лучше, С Марона Гритин был лучше, С Мадаевым Гритин был лучше. То есть, в борьбе в последние годы у него вообще никаких проблем нет. Вот. Поэтому, как бы, в голове держим. Но и его общеньки почти не заборолы. Вот. Поэтому, как бы, мне кажется, что, конечно, по делу фаворит, но шансы есть у Ритина. Ну, у него есть проблема с сенатром с бойцовским интеллектом. Я думаю, ты согласишься со мной. И ты наверняка помнишь, как в прошлый бой мы его комментировали на стриме. Не блядь. Так что, ну, если что, кстати, приходите на стримерский канал Агрессив Лайф, в описании ссылочка. Будем опять бомбить. Будет опять гореть жопа с Макса Гриффина, да? Ну, а что поделось? Ну, вот. Ну, он себя вот так... Вот у него есть такой момент, что он просто... Он начинает, блядь, просто жестко тупить. И это было не в одном и даже не в двух боях. Для него это, ну, просто норма, да? Иной раз он выходит, начинает бороться там, где не надо бороться. Да, это я вот про прошлый бой. Выходит с Магни, просто разъебывает его полтора раунда. Вот без шуток. Он просто переигрывает, отправляет в нокдаун. Перестает бить лоу. И просто бой в такое говно скатывается. У него такие проблемы начинаются. Что случилось? Почему у него отключился до этого момента? Вот есть, есть у него такие моменты в боях абсолютно разные. Так-то он, по сути, он вообще ударник очень неплохой на самом деле. Особенно учитывая, что он значительно габаритнее, да, ну, я имею в виду по антропометрии, чем Уэллс. По идее, он с дальней дистанции будет значительно лучше. Вот. Вопрос лишь в том, как он от эгдаунов будет защищаться. Потому что он неплохо встает, но все равно переводит. И вот тот же Тим Минс его несколько раз перевел. Ну, он хоть умеет бороться, но это же не борец по большому счету. Да и в физике Джимайо Уэллс наверняка превосходит Тим Минс. На физике-то он, я думаю, переведет его все равно. Вот. Но вопрос-то в чем? Гриффин, в принципе, три раунда работает, да? А вот Уэллс, я вот, знаешь, при пересмотре боя с Красным Харрисом мне показалось, что все-таки закономерная удушка случилась. Потому что Уэллс в третьем такой мертвячий был просто. После двух раундов борьбы у него руки вообще не поднимались. И тогда там был забавный момент, знаешь, он когда пошел его бороть, он голову засунул под мышку. И Карлсен Харрис так долго, блядь, настраивал эту удушку. Он буквально закручивал там гаечки медленно. И Уэллс стоит все это время, вообще не двигается. Он буквально ждет, но когда там уже настроит он свою удушку, да? Душа. И наконец-то, да, Карлсен Харрис подстроился нормально. Ну, серьезно, это реально долго было, да? И конкретно уже плотно закрыл, а Уэллс ничего не делал. А почему? Да потому что он сдох, у него уже сил не было. Он просто хотел там доприжимать, что-то, ну, добороться. Поэтому тоже это такой еще моментик с Уэллсом, да, что тут и кардио подвести может. Он очень сильно устает. Если бой энергозатратный, да, будет трудно. Вот, поэтому за 1,6, ну, не знаю, что-то такое, да? У Макса Гриффина у него проблема такая, что вот он после первого раунда выключается из боя. Вот есть, есть такое. Но он работоспособен, типа, знаешь, он бой дает все равно. Ну, вот многое будет зависеть от того, как он будет защищаться, от того, как он будет сопротивляться, да, от того, насколько он сделает для соперника энергозатратный бой. То есть одно дело, когда тебя переводят, да, ты лежишь, да, на сопернике. А другое дело, вот, если с ним соперник крутится, если он встает, да, если он пытается накинуть что-нибудь, приходится работу какую-то делать, как у которого пришлось Уэлсу делать в прошлом поединке, то кардюм как бы... Мы не можем, как бы, отрицать того, что бой будет легким для Уэлса, потому что, например, ёбаный Гриффин, он может, допустим, просто, ему может просто взвести в голову, что с Уэлсом надо бороться, надо бороться. Нет. И тогда шансы на нокаут от Гриффина, они сразу улетучиваются. Если честно, вот я про это думал, а он же реально с ним пойдет бороться. Вот просто стоишь, тут рассказываешь, да, он будет лучше на дистанции, он может передышать, а он выйдет и пойдет, блядь, с ним бороться и проебет бой. Короче, ладно, что тут, опять же, что тут его шансы расписывать? Ну, Уэлс неинтересен. Мне, блядь, не нравится, боец, когда идет фаворитом, когда он в одном аспекте точно хуже, а в кардио вообще умирает, да, если сложно. Такое. Да, дальше у нас. Вообще, такой кардик неплохой, в принципе, то есть, в принципе, смотрибельный. Дэйвен Кварк против Марчо Парачини. Ну, это тоже вот два гения мысли. Если если проочнем, он как бы всегда в одном стиле плюс-минус, да, как бы, ну, его можно там забороть, его можно там выключить, но в целом он дерется плюс-минус в одном стиле, да, он на дистанции, карате такое показывает нам стиль бешеного богомола, блядь, пинки, сайкики, тычки, стречные удары в лицо, хайкики таких хлестки, лоу-кики хлестки, ну, короче, прикольно. Стовочка такая интересная, кротецкая. То Дэйвен Кварк, он как бы, он, в принципе, может все, но по факту не делает ничего. По факту не можешь ничего. Вот. То есть, его порой могут забороть, задушить, вырубить, перестрелять, то есть, его победить можно любым способом. И вот как-то мне так видится, что, в принципе, то есть, он может выйти, например, с геймплоном вырубить прочнее. А как это можно сделать? Допустим, это можно сделать через навыки его клинч в грэпплинге, в борьбе, да? Но я же знаю, что он не будет этого делать. Ну, то есть, он выйдет, и он будет либо бороться, либо в стойке стоять, типа, комбинации там не будет, типа, он никогда не комбинирует, либо, если у него получается бороться, он борется, или его борет. А был Алонзо Мэннифилд, гений еще один. Вот. Он вышел его бороть, ну, и как бы забороть не смог, и просто Дэвин, он больше ударов нанес. А вот, Энтони Смит его сдушил, да? То есть, в грэпплинге тоже там не очень, да? Кэнди Нажетчуку казалось бы, ну, можно, да? Нет, нельзя. И, в принципе, это гильотина, она у него через всю карьеру проходит, тоже, да? Там была тема и с Блоховичем, тоже, по-моему, из стойки, да? И Стайна СПН-ом, гильотина была, то есть, да, там, в принципе, ну, это не первый раз совершенно. Ну, то есть, прочини, но у него грэпплинга нет, но побороть его сложно. Ну, то есть, как бы, я шансы у него прям реальные, то есть, вижу, я думаю, что, в принципе, у него, ну, он где-то за трешечку просто, ну, как бы, а почему бы и нет, нахуй? Ну, видишь, Дэйн Кларк, это боец, в принципе, любому может проиграть, ну, по-хорошему. Он вообще и выиграть многих может тоже. Да, да, но и проиграть многим. И, ну, по большому счету, даже, вот, с Кеннеди, довольно показательный бой, там же на Тонниково все было. Там его Кеннеди раз 50 потряс, и он Кеннеди раз 50 потряс, да, там все, все могло закончиться в любую сторону, да, но не в его сторону закончилось. И, очень разные у него бои, на самом деле, бывают. И, здесь такое, ну, прям гадание, вот, вот прям гадание вообще, потому что с тем же Даун Джунгом, да, у него получился вообще хороший бой, вообще замечательный. Но, с другой стороны, есть такой момент, что некоторые бойцы, он как Нил Магни, да, полутяжелого веса, некоторые бойцы пытаются его бороть, когда они не могут и не умеют это делать. И, вот, в таких случаях у него вообще хорошие бои получаются. Ну, или, знаешь, или когда чел, который там по кардио не увозит, вообще ничего не делает, как Вильям Найт, например, да, вот. Ну, ну, про Чнил, он, он, на самом деле, как ударник, он очень хороший, он, он значительно лучше, чем Дэвин Кларк. Ну, только проблема в том, что побороть его можно, что пробить его можно. Ну, если вот не пойдет, да, у Дэвина Кларка борьба, я считаю, что прачнил, стойки лучше будет, мне кажется. Вот, и, ну, а в целом, конечно, Кларка фаворитом, нет, спасибо, я не настолько, блядь, голоден. Ну, вот так, тут особо, не знаю, что еще сказать, тут очень все зависит, там, вот, знаешь, от какого-то настроения, от каких-то стечений, обстоятельств, такое, очень близко к гаданию. Ну, так-то понятно, почему он фаворит, у него как бы есть борьба, прачнил, выебли в борьбе, потому что у него ключей просто больше, по сути, он более опытный. Потом, там, типа, Кларк достаточно сильно бьет, он Рачи потрясал, он и Чуку потрясал, да, как бы, прачнил, помимо того, что бойцы, там, грепплинг плохой, да, он еще и стеклянный. Лома Лубуми, Бруно Бразил. Ну, вот такое, блядь, лицо, когда-то там, да, какой бой видишь, просто думаешь, что-то смотреть, да. Вот, ну, вообще, Бруно Бразил, конечно, спортсменка интересная. Ну, видели ее там, как проспект, что такое, потом она проиграла в борьбе, можно так сказать, да, ну, как бы, здесь особо говорить нечего, но я просто вижу, лома Лубуми лучше во всех аспектах, то есть, она и к борьбу, как бы, грепплинг подпрокачала, а в стойке она и так хороша была, она достаточно большой объем удара выбрасывает, ее перестарять очень сложно, ну, то есть, как бы, я просто шансов у нее больше, и романчинга. Да, они на самом деле в стойке стилистически довольно-таки похожи, потому что я так посмотрел, они обе исключительно киками работают, вот, и им прям нравится, но только, в отличие от Бруно Бразил, который еще вздыхает в третьем раунде, у Лома еще есть клинч, очень прям неплохой, ну, и который, понятное дело, из тайки, да, туда пришел, и она в последнее время еще очень плотно грепплинг юзает, да, и более того, хоть она уступает вроде и в габаритах, но она не уступает в кардио, а это очень важно с Бруно Бразил, ей в целом нужно, что бой проходил не сильно энергозатратно и на дальней дистанции, но если уже соперник на нее прет, да, как мы видели с Денисом Гомесом, ну что, Денисом Гомесом лучше нее в стойке, что ли? Ну, по идее, это как бы более технично Бруно Бразил, ну, просто Денисом Гомес, ну, она просто прет, она просто танкует, и получается, что Бруно Бразил ей уступает в стойке, да, пропускает удары, падает в нокдауны, ей не нравится это давление, ей нужна дистанция, ей нужно пространство, и, опять же, даст ей Лому Лугун и пространство в этом бою, ну, сомнительно, да, вот, поэтому здесь особо, наверное, тоже кэфом каких-то вопросов не может быть, опять же, женские бои, будьте осторожны, настроение там не то, еще что-то, всякое бывает, мечетная, да, вообще, в целом, да, то есть, мне кажется, что вообще Лому может здесь просто выйти, значит, бороться, просто на кинься, и удастся учти. Тревен Джайлс, Карлос Пратис, когда, Карлос Пратис, был бой был бой на контента сервису карлоса паттиса вот ну ничего пойдем вот ну вообще конечно интересный интересный такой бразилец бьющий бои большинство закончились досрочно тэвен джайлз у нас человек который любит покушать до панчи но очень опытный да такой человек очень опытный с разными бойцами и дрался побеждал разных бойцов до того же просто на партнер победил до козки великого зале и друга извините на вот поэтому как бы вообще вообще но вообще поедино увольнение он идет так откровенно да но шансы всегда есть то есть он там он же ментом помна работал или работу не не он уже ушел еще пару лет назад уже уволился теперь он только боец и все зря он ушел муску плюс возвращаться здесь как бы он наелся какое-то время и в целом его потряси прям там можно там можно его моралис депрессии вырубали вот до этого он тоже был пару раз потрясен его и душили он продолжил но беру спать по идее для этого и создан был вот бой чтобы произошел нокаут много будет по факту посмотрим роман ну знаешь ну ну вот выиграл до лидзу он до 3 джаз а одолит кто общем что из себя представляет ну типа стойки ноль как показал крайний бой грэплинга ноль это сейчас отсылка к комментарии на ю тубе который сегодня я увидел просто проиграл один бой стойки ноль грэплинга ноль понятно понятно вот понятно опять же что бой для для карлса пратиса по большому счету потому что и пробить и сабнуть то и на джайлса можно пратис такой длиннющий длиннорукий чел очень опасно и руками и ногами у него у него хайкики просто сказочные абсолютно по джиу-джитсу черный пояс хотя возможно он его украл как многие бразильцы потому что с борьбой там есть некоторые проблемки но снизу он умеет он что-то пытается накинуть ну и опять же там последнее поражение я я уж не охотую страницу открывать там оно было несколько лет назад на one что-то там one warriors там значит такие отборочные one бои вот он там борцу из дагестана проиграл как думаешь как неизвестно вот но на самом деле конечно известный этот бой нашел посмотрел но как бы ну что за борцу это вот рейон джайлс вот в этом я думаю наверное есть какие-то шансы типа в стойке да наверное пратис поинтереснее будет он все такое агрессивное и бьющий и длиннющий да и и выносливый довольно таки поэтому ну вот я предполагаю что джайлс будет кита борцевания делать а насколько они пойдут но мы уж посмотрим по факту да далее у нас бой не менее интересные родов вера так написали майкл джонсон против дариона флауса да ну скажем прямо любой бой майкл а это чудеснейшее зрелище невероятное захватывающее и от этого от любого боя майкл а нельзя оторваться на секунду ты можешь отойти на одну секунду отвернуться повернулся а он же или или ты радуешься ура я поймал коэффициент 1 и 5 блядь вайве нахуй просто или при матч уже все уже уже записал короткий ролик на youtube смотри есть что я не про нас говорю а потом обращусь поворачиваешься ему а он уже стучит то есть такой человек который держит прикованным тебя к экрану максимально при этом ему 37 лет как бы дохуя ну для бойца и легкого веса до но с другой стороны он показывает адекватные бои до сих пор да то есть он проигрывает их да но просто кратко до лобово деклассировал это на всю жизнь легенда эммита эмит вообще не чувствую пока не бог стивена рея засну тащи бред для по засудили человека мойся разбирал просто по винтикам вот прям вот казалось еще чуть-чуть и он его удосрочит проебал и досрочно он колоком до гос гуиды гуиды его переработал это вот наверное один из последних боев гуиды которые достойны прям прям достойными алан патрик был уничтожен разбит деклассирован с джимми муарки по большому счету тоже был щит вот так вот и стопим смотреть прям бой сдох выключился из боя на бой ему отдали но бой близкий ну да ну майкл штамп потрясен еще был жестко то что дамы и кого держим в голове до диакиси ну просто он говорит и диакиси что нахуй ты бородку есть настолько простые прямолинейные тейкдауны без цепочки они как бы и ими не понять джон джонсон дега феррери он кстати вел тоже будет на момент оверхэнда ну и как бы понятно почему фаворитом идет да то есть 177 по идее он бы мог быть один и там 513 если бы не был бы вот этот момент по звездочкой что это какая-то вспышкой пиздец мертвый нахуй да вот но в целом что она отметить что у фаворс есть панч у него есть борьба какая-то есть как бы одно дело когда ты дерешься с мэтьюзом в алтарах неудобным бойцом у которого есть панч у которого есть борьба или ты дерешься с легковесом старым хуем которого нет грэплинга есть защита тейкдаунов хорошая стойка но он пробитый да то есть как бы сразу в одном приложении три варианта победы для фаворс роман как ты видишь ну здесь еще интересный моментик что фавор спускается в очередной раз если что потому что я вообще когда с этим бойцом ознакомился там несколько лет назад вообще средневесом был что ты понимал такой знаешь жирком так с пузом но он он всегда давал пол боя очень конкурентный даже жирком с пузом и и вот пока он не сдохнет у него вообще навыки прям очень неплохие у него и пальчик у него борьба кстати прям классно пока не сдохнет да вот но потом как бы уставал потом волтора спустился откуда может получше у него живот пропал пресс появился да он шикарно выступил на этом на контендер себе кстати ну тоже не ну неплохо он гагаладзе он вот так киданул блять что то что этого было достаточно дорабатывать не пришлось вот ну не смог пройти мэтьюс наверно высоковатый уровень да и то в первом раунде он хорошо на него пер да он он весь раунд танковал он очень много бил он перевел мэтьюса он его доборцевал ну так на секундочку до конца раунда если что опять же что мэтьюсу легко побороть его борется что ли в каждом бою да его вообще кто будет ну как бы окей держим в голове да вот ну и во втором раунде устал как обычно у него это бывает и началось блять симуляция попадания в пах блять вот ну в любом случае сейчас он еще спускается вот я смотрю ну он потом постоянно в зале он не вылазит зала у него форма просто шикарная блять просто шикарно я не знаю у него в жизнь такой после того как вот я его помню с пузом я поверить не могу что это он там просто кубики пресса хорошо прям хорошо смотрится вот но опять же ну блять ну что у него кардио сейчас улучшится я я не верю в это я не верю но по навыкам пока не сдыхает он очень укомплектованный боец плюс опять же ну по по росту они там близки до по ручке маленького у майкала длиннее но на 8 лет моложе дариус флауэрс да и тут нужно понимать что у него действительно у него есть и борьба у него есть грепплинг у него панч очень тяжелый он рили прям тяжело бьет безусловно есть у него шансы для меня майкал это такой боец которого ну будет по кайфу андердогом рассмотреть да потому что такой ну хорошо поболеем андердогом если там не затупит не допустит ошибки не пропустит нормально пойдет а когда фаворит и ты знаешь что он может в каждом аспекте допустить ошибку ну мне мне кажется не особо интересно еще и мой любимый к фу не надо все до свидания до свидания майкал вот ну и в целом у меня то такие знаешь субъективные симпатии к флауэрсу есть я здесь поболею за него да брэд пикет против григори аллиза интереснейший поединок брэд пикет блять бедный брэд пикет пасху него там одна шляпа блять останется после скажем так брэд товарес это тот кто не смог мертвую оболочку вайдману досрочно вот без шуток просто вайдман он был готов вот не просто поебать а умереть на просто но нет как бы все он он тренируется в экстрим культур миллиард лет да у него хорошая форма до сих пор принципе у него есть туда просто он не пишет да он не может них не хочет не может нажимать на курок так скажем да пробитый при этом какого-то хуя лучшие удары плюсивый выдерживал я вообще не понимаю я присматриваю смотрю вам блять ебало на вот так вот сопли кровяные влетают он стоит я думаю ебать это что было при этом выходит на следующий бой умирает на просто как тоже там тебе прошло ну сколько получается 3 плюс 2 5 5 плюс 4 9 и принципе было нормальное восстановление девятимесячное да ну там около получается 6 месяцев полноценных полгода плюс тренировочные лаги типа он улетел нахуй вдох вот григорий адрес пробитый нахуй тоже но как бы по нему надо еще хорошенько там ебнуть то есть не жука не попадал потрясал не удосрочил петросян падал не потрясал не удосрочил но выиграл вот в том что красавчик джинью парк попадал потрясал то есть надо еще карнат прям хорошенько постараться еще ебнуть и джордж прям вышел хотел потрясти попасть нам дохну вот телюлин попадал не потрясал сам умер ну то есть как бы у меня для меня видится поединок так что рады из бороться 1 не будет товар от боец слишком пассивно для того чтобы как-то реализовать свои на курины финирские способности да если они вообще в принципе есть а вот одесса уем вполне важно может вполне прям я думаю что принципе ну рады диспа делал говорит вот но опять же есть вопросы есть вопрос потому что ну как бы рады не саму с бойцами намного хуже дрался намного то есть это не какой-то там ну то есть для товара со например у него прям титульные бойцы которые за титул могли подраться до диплесии антони у кого джуниор до войны вообще будешь чемпион 5 аунов с ним выебался то есть как бы варит по делу но такое дело на нахуй не на дни ну я я думаю здесь у григоря до 3 без шанса больше здесь у меня вообще нет вопросов к эфам после предыдущего боя с вайдманом я не знаю какие то вопросы могут быть безусловно чуть лучше выглядел вайдмана но чуть лучше ну 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 типа блять то что он у него досрочил это уже все это уже все и я хочу заметить просто что он передвигался но схоже с вайдманом тоже знаешь по-дедовски так медленно по-ветерански это выглядел как бой двух ветеранов которые уже мало что могут вот их против друга поставили вот это вот так выглядело грегор родригес ветераном пока еще не смотрится плюс он крупнее он моложе я думаю что он физически сильнее и удар у него точно сильнее ну по-хорошему если опять же там но он сам что-то не пропустит если он тупить особо не будет я не знаю что что ему должно помешать день или нокаутировать или просто больше и жестче попадать потому что ну с такими дедовскими боями товара со мне не хочется даже андердогом рассматривать ну как бы да тоже я хочу заметить что вот есть рубеж до про которые как бы говорю постоянно тихо океан же приближается к нему товар с держим горе у нас дальше против роберта брыжика ну как бы здесь нечего сказать потеря очень хорошо провел последний бой намного лучше чем от него ожидали все вообще абсолютно ну как бы я думаю что это больше об всем било то то есть человек плохо подрался он начал состоять с ним в стойке он не должен был от вне ну просто потому что наверное хорошо слишком тренировки у него идут думает что у него действительно хороший уровень стойки оказалось что не очень да вот ну а рубит брыжек отличный боец финишер буду болеть за него роман ну опять же в бойцов с клуба я очень подробно рассказал про брыжика да кто такой база откуда взялся все я уже я тут не буду останавливаться повторяться до большой до опасный нокаутер и я думаю что не попала побольше шансов но потеря уже себя проявил юси так или иначе у него есть победка ну да как ни крути и действительно в прошлом бою он был на миллиметр близок победы да я с тобой абсолютно согласен это затуп белата я пересмотрел еще раз бой это просто было сумасшествие блять когда белата подходил к нему на ближнюю дистанцию и стоял и не клинчевал и не бил он размахивался медленно чтобы нанести локоть и в это время просто потери ему в ебало так 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 3 4 5 сюда и реально потеря жестко его пробил и вот это раз ошибка едва ошибка то что он не напряг игоря потерю уже показали блять как с ним работать надо не гумериану знаете такого коля наш пацан русский он уже показал как надо с ним работать подошел повисел раунд все его не хватает его вот раунд все на 2 уже не хватает и соответственно во втором раунде белата знаешь он сам того не подозревая про сделал хороший геймплан то есть он заставил вымахаться потерю по своему ебалу тот жестко вымахался до белата встал и потеря на стоп рост он рот открыл и вот у него удары кончились то есть он бьет он попадает по белата он их уже не чует все ударов нет больше и дальше уже абсолютно легкий перевод там без проблем уже то есть здесь проблема в чем чтобы не пропустить что-то в начале вымотать не заходить на его дистанцию открытому зачем это делать как бы по идее при грамотном ведении боя игре потерю проходить может любой боец утрого кардио на два раунда хватает ну по-хорошему вот по идее брыщик на это способен ну потерю мы наверное уж теперь списывать то не будем после прошлого боя до теперь уже будем иметь ввиду что все равно опасный выстрелить может далее у нас поединок который стал легендарным еще при жизни до даны гимны филе потому что он почти набрал нужное количество голосов чтобы быть разобранным отдельно но не набрал вот но в целом скажу так что простоуды ниги больше шансов больше возможностей в принципе на этом больше не хочу останавливаться то есть как бы андре фили очень яркий очень интересный боец все может все умеет и стойко бороться может для дни больше возможностей вижу я думаю что принципе если для ноги захочет то он может здесь даже досрочно ну вижу у андрей филин наверное будет шанс попасть потому что все-таки можно уронить для ноги ну возможно он будет бороться пытаться тоже ну типа знаешь по следам брайса митчелла вот ну а так меня блять как же меня смущает вот эти бои андре фили когда он просто просто стоит рубится вот буквально в 50 на 50 положение и а ну это в прошлом поединке мы когда смотрели на стриме но у него блять на него кулак на вот два миллиметра перед носом просто промелькнул и а он это делает когда он переигрывает соперника то есть он переигрывает и дает ему шанс 50 на 50 зачем это делать для чего поэтому все таки и ги но он более осторожно бьется он более он головой дерется относительно ну и понятное дело что он сам может попасть он сам побороться может поэтому да я думаю что плюс-минус кэфы правильно выставлены ну опять же ну фили неплохой боец да у него есть здесь шансы ну я считаю что их чуть побольше все таки у дны ну да вот на прошлом время кстати приглашаем всех на стрим у нас там на стриме весь пушкек собирается мы лаймем и просто ебем бука как хвост привода ну или ждем пока этот момент настанет да потому что я даже не знаю были у нас какие-то плохие там уж наверно когда-то были горчим собираемся кайфуем смотрим я смотрел как вообще вот нокаут произошел просто очень красиво альмейда сдох и начал пролистывать смотрю а это был удар правую на правую а сути вот ну это настолько опасная работа что действительно ты повезло андре фили позиции 50 на 50 грубого я там чуть меньше координации чуть ветер буду ну другую сторону да и был бы либо бою до накал помимо того что андре фили ну нормально держит туда но как бы знаем знаем что можно подвести а им этого он еще доедет опасно работает но принципе это опасная работа она может и плюс дать то есть как бы это бывает вот пишите в комментариях у нас бойцовский клуб там все есть там бои там танцевый мир да у нас в вк основной группе писи попы да там уже полный комплект собрался я сейчас буквально одну секунду открою скажу вам сколько записей уже всего там израильца не есть 426 эксклюзивных записи то есть на всю жизнь уже хватит но продолжаем выкладывать так что держу вас курсе и ждем вас подпиской